Алло, да, слушаем. Здравствуйте. Каратистский Данил Олегович звонил вам минут 40 назад. Не состоялся у нас конструктивный диалог. Да, 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 Данил Олегович, что вы хотите говорить? Мы хотим с вами обсудить проблему погашения мной долго. Как это необходимо, как это можно вообще решить, чтобы вы мне не звонили, моему отцу не позвонили. Это очень просто сделать. Идете на ЦВЗ туда, где брали деньги. Говорите, что вам разрешена реструктуризация, по 2000 в месяц оплачиваете. Скажите, а если я не внесу, допустим, если я хочу решить через суд, вы не цивилизованная компания решить через суд? Не можете поставить? Не могу сказать. Идите в суд. Знаете, я вам хочу сказать, что у вас полно юристов вокруг. Можете заказать телефон. Но я в плане, знаете, мой брат, родной, он является высококвалифицированным юристом третьей категории. Серьезно. И он мне предлагает через суд с вами решить, чтобы, знаете, цивилизованный конфликт с вами идти. Да, я предлагаю, да. Прекрасно. Идите в суд, тем более, если у вас не звоните. Ну а почему я? Почему вы не можете подать суд на меня, чтобы мы это цивилизованно решили безо всяких оскорблений в прямом смысле? Вот скажите, молодой человек, если вы такой грамотный и умный, и брат у вас юрист, вот посчитайте, ваш долг там несчастный, сколько там, 30 тысяч у вас, по-моему? Да нет, я брал меньше, намного. Как вас зовут, извините, я забыл ваше имя. Екатерина Сергеевна, вы брали по 2,5% в день эти деньги. Ну, а почему вы раньше меня не подняли? Я просто забыл, у меня из головы этот долг вылетел, я не хочу, чтобы у меня висел он. Моя шелапочка, место работы вы сменили, телефон вы сменили, папаша ваш неадекватный, я ему звонила в тысячу раз. Слушай, ну не надо ровно, чтобы вам сказать. Слушай, ну не надо ровно, это мой отец, как его он не был. Подождите, подождите, вы сменили место работы, сменили мобильный телефон, вопрос у вас спрашивается, куда мне звонить? Ну, а как вы этот номер нашли тогда, скажите? Через ваше казачье общество. Ну, я понимаю, через казачье общество, вы общались с казачьим обществом, что они вам говорят по поводу меня и моей семьи? Сказали, что у вас нормальная семья, абсолютно адекватные люди. Хотя по вашему папаше мне показалось, что он вообще неадекватный. Послушайте, ну это, знаете, это в первую очередь богохульство, в той степени, что мой отец является священником церкви православной. Почему он так говорит в адрес моего отца? А почему он тогда вас так воспитал, что вы, взявши чужое, забыли отдать? Как забыл отдать? Я просто-напросто приходил, посмотрел на проценты. Нет, Олег, я закрыла вашу парточку. Я не помню уже, сколько дней там у вас просрочки. Напомните мне, пожалуйста. А, ну приятного аппетита. Да, вот на обеде на перерыв попал, да? Ничего страшного. А что вы едите? То есть вкусное? Мясо. Я люблю мяко. Здорово. Ну поэтому вы такая злая. За что вы меня обматерили в предыдущий раз, скажите? Ну я же вам ни одного грубого слова не сказал. Я не помню. Чего вы звоните мне? Ну я хочу выяснить, я хочу выяснить, вы будете в суд подавать или нет. Я вам предложила выкладывать по две тысячи. Я сказала, что в суд мы подавать не будем. Вы не дебилы, понимаете? А каким образом вы тогда решили с меня взыскать деньги? Кроме как не цивилизованно. Понимаете, вы имеете право подать в суд, я имею право не платить, понимаете? Тут суд решит, кто прав, кто виноват. Почему вы не подаете? Да нахуй оно нам надо. Слушайте, вы работаете в цивилизованной компании? Я работаю в очень цивилизованной компании. Почему вы позволяете себе девушку, я так понимаю, вы очень красивая, наверное? Потому что меня уже, меня уже разговоры с вами достали. Я вам сказала, или платите по две тысячи, или идите в суд. Ну а если я платить не буду? Идите в суд. Будут доставать ваше казачье общество, вас, папашку, всех будут звонить хуесосить, поливать грязью. Хотите, слушайте, хотите, платите. Третий вариант, идите подавайте в суд. Ну а если мы, допустим, заблокируем все ваши номера, или поменяем сим-карты, как эта ситуация? Скажите, пожалуйста. Если вы все это поменяете, если вы так сделаете, то мы будем почтовым голубям в жопу засовывать для вас смс-ки и посылать, и почтовые голуби будут прилетать в казачье общество, к вам домой, по месту вашей работы, да, с белыми трубочками в жопе, где будет написано, оплатите, пожалуйста, долг. Да, что, блин, Екатерина Сергеевна. Такой вариант решения, это четвертый вариант будет. Поэтому выбирайте, у вас столько вариантов, просто зашибись, я вам завидую. Екатерина Сергеевна, а вы в Ростове живете, в Ростовской области, да, я так понял? Все, я взяла. Ну а номер, после которого вы звонили, 938, он на Ростов зарегистрированный, просто ради интереса пробил. Нет, я в Ситерополе находюсь. А, в Крыму, боже мой, как здорово. Обожаю ваш край, обожаю ваш регион, ваш народ, но почему-то... И не пусть еще находишь деньги туда ездить, да, долги отдавать. В этом году я был, в Крыму, разу. Долги отдавать не кайф, да, а кататься кайф. Знаешь, где я был в этом разу, Катя? Вот видишь, вот видишь, ты и попался, вот ты и попался. Долги возвращать нас не учили. Знаешь, где я был? А на отдых у нас есть денюжка. Я все поняла, у меня все записано. Слушай, Катя, если бы я раньше, чтобы познакомился, я с тобой встретился с удовольствием. У меня Руссу 92, вес 127, закачаешься. Ноздри могу прочистить так, аж понравится. В хорошем смысле. Может, как-нибудь с ней работаешь? Дюкерный балет. Может, как-нибудь с ней работаешь? У меня разговоры записываются. Да, это прикольно. Что вы тут рассказываете? Слушай, давайте мне с личного номера смс-ку кинешь, а я буду в течение 3-4 недель. В этом месяце со строймой можно увидеться. А потом мы женем. Да, чтоб муж не узнал. Перезвонит на твой личный. Ну, а чтоб я с ней не узнал, допустим. Не расскажет тебе. Такая, видимо, прикольная девчонка, импульсивная, горячая, южная. Да? Пиздец просто. А что я мне прав? Ну, скинь мне смс-ку, будьте очень признательны. У меня работы весело подречим. Я люблю таких горячих девчонок. Ну, серьезно, если не трудно, было бы тебе... Я тебя тоже не разочарую, быть уверенным. А ты можешь одним платежом весь свой долг погасить? Поверь, могу в легкую. У меня денег... Ну, спасибо. У меня денег, вот сейчас в наличке, чтобы тебе не соврать, но около 20-й лежит он в бардачке. Могу, но мне оно как-то неинтересно. А хочется интриги какой-то, какого-то драйва, понимаешь, какой-то горячей атмосферы, романтики. Ты разве не такая, скажи мне? Вы знаете, мне тоже прошлую субботу так хотелось драйва безумно. Я вот не дозвонилась. В субботу в вашем казачьем офисе никто не брал трубку. Ну да, у нас казачье такое. Мы, знаешь, народ, кубанцы уникальные. Очень южный, очень такой, блядь. И одновременно нас все ненавидят. Все северяне, все москвичи нас тупо ненавидят. По той простой причине. Да потому что вы козлы, вы берете чужое и не возвращаете. За что вас любить? А если вот не работать? Вот за что любить вас, скажите мне, пожалуйста. Давайте мне цены... Я знаю прекрасно, что вы работаете. Я знаю прекрасно, что у вас хорошая семья, у вас есть доход, у вас все есть. Я поднимаю, я тебе говорю. А вы не оплачиваете. Почему? Я поднимаю около 60 рублей в месяц. Рублей? Ну тысяч. У нас с рублями так тысячи принято. Ну. А в чем проблема тогда с оплатой? У меня охота интриги, понимаешь, поржать, поугарать, с тобой повеселиться, тебе настроение поднять. Ну, знаешь, у тебя интрига это называется? А у меня это называется злостный неплательщик. А если вне работы, поверь, увидишь меня, я тебя заинтригую, заинтересую. У меня это называется злостный неплательщик, и я за это отгребаю еженедельно. Да понятно, ну ты сама выбрала эту работу по злостным неплательщикам. Меня это не устраивает. Я в Крыму сейчас работы много. Скажи, Россия пришла, получше стала, нет? Чего? Россия, говорю, пришла, получше стала с работой, да и в целом. Да, получше, конечно. Катя, скажи еще, пожалуйста, главный вопрос нас тут всех мучает, не по работе. Вот эти ваши жители, что брали кредиты в приватбанке, все, приватбанки откачили? Больше они не имеют никакого отношения? Бинбанк теперь. И что теперь, выбивая деньги? Бинбанк взыскивает, не выбивает, а взыскивает. И каким образом? Обычным. Если ты платил кредит в приватбанк, теперь будешь платить в бинбанк. И все, они перекупили все обязательства финансовые. У нас тут на Кубани есть банк, короче, первомайский. Я, короче, брал, там 230 тысяч. Ну, я 9 месяцев поплатил. Ну, а потом, что, я, короче, жилье продал, выписался. Короче, банк отскочил. Звонили пару десятков месяцев. Ну, пару десятков раз. Ну, на все, может быть. Он сейчас отскочил, он просто продал свой долг коллекторам. И потом тебя будут искать коллектор. Слушай, ну, если коллектора будут искать, поверьте, наоборот. Короче, это не закончится никогда. Кстати, я тебе скажу, я наоборот буду рад, если коллектор меня увидит. Во-первых, у меня в прокуратуре в прокуратуре работают. Во-вторых, я сам, если втащу, блядь, из трусов выпрыгнет любой коллектор. А в-третьих, я сам прокурор, да. А мы сейчас договоримся, блядь, выяснится, что ты замминистра. Да нет, я тебя не наебываю. Ты езжал. Ты каждые минуты, блядь, ты круче и круче. Я работаю в наш тем. Я работаю таксистом. Ну, не просто таксистом. У меня второй автомобиль высокого класса. У меня свои клиенты, которых я вожу по побережью, по дальнякам. Так, периодически зарабатываю, я говорю, где-то 60-70 тысяч в месяц. Это чисто по программе. Еще плюс левые и прочее всякая фигня. Поэтому, я же говорю, я в Крыму бываю, везде. Так что давай, если хочешь, смс-ка мне, скинь свой номер, будете. Великолепно пообщаемся вне работы. Не думай, адекватный взрослый человек. Алло. Ну, я тебе сказал, а там уже думать тебе. Алло. Короче, я жду оплату. Слушай, давай мы с тобой вне работы поговорим насчет оплаты. Я ее сделаю. Ладно, я подумаю. Ну, пожалуйста, буду тебе очень приятный. Старую тебя. Ладно. Да.